друзья приветствую всех вас на канале бизнес тбилиси с вами рафаэль мамедов в первую очередь хочу всех вас поздравить с весенними праздниками прошедшими тема которую хочу сегодня я затронуть это земельные участки земельные участки конкретно на территории тбилиси вот к примеру сзади меня вы можете наблюдать корпус новостройку которая строится ну приблизительно уже 10-15 лет и приостановлена то есть строится это я сказал условно она строительство началось и она при остановилась на этой территории это довольно престижное место как бы административная территория граница между районами и сани и ортачала оба этих района туристически активны но здесь можно наблюдать корпуса которые начали строиться но по тем или иным причинам были приостановлены эти причины могут быть совершенно разные во первых может быть то что не были соблюдены правила безопасности были построены на зоне где могут быть разные природные катаклизмы оползни и так далее в третьих есть зоны где вообще запрещено строительство но без разрешения люди начали строиться а потом как бы остановились свое строительство были вынуждены остановить мэрия города в прошлом году заявила о том что все корпуса которые были начаты строится будут завершены то есть будет введена специальная корректировка плана корпуса либо где что можно подкорректировать и будут как бы выданы разрешения на остальное на продолжение строительства что касается вообще о приобретении земельного не сельскохозяйственного земельного участка и строительства на нем во первых если не сельскохозяйственную участок принадлежит двум трем и более лицам обязательном порядке нужно будет разрешение при покупке такого как бы земельного участка нужно будет купить у всех обладателей собственников весь земельный участок при разделении земельного участка на нем производить какое-либо строительство запрещается а также вот в этом году мэрия города тбилиси ввела новые регуляции по строительству по строительству жилых объектов на тех или иных участках города это касается в основном точечного строительства в в туристических районах а также и в других районах города что это значит это значит если вы покупаете земельный участок с целью построить жилой дом отель либо многоэтажку чтобы потом ее разбить на квартиры и продать в обязательном порядке вам нужно будет во-первых сделать снимок топографии этого данного участка потом на основании этой топографии заявления в город в мэрию города в течение 12 дней вы получаете коэффициент к своему земельному участку и уже на основании этого коэффициента вы приводите архитектора который грамотно пишет проект и этот проект опять-таки поступает в мэрию и мэрия либо одобрит либо не одобрит вам строительство вашего жилого дома теперь как получается коэффициент коэффициент получается вот конкретных случаев нет чтобы сказать что вот на какую какую-то конкретную площадь можно получить к их конкретный коэффициент это зависит от наличия дорог от наличия то есть от плотности населения и так далее и так далее еще что хотелось подчеркнуть друзья мэрия города то есть опубликовала конкретный план то есть будет это начало работы над планом сейчас уже начало мэрия работать над конкретным планом как и что можно будет строить в городе тбилиси то есть это будет конкретный план конкретная карта и конкретные как бы разрешение где как и что можно строить чтобы сохранить красоту города и чтобы не было точечных застроек вот именно старом городе может быть и в тех местах где допустим более есть просторы но нужны те или иные коммуникации также дороги и все остальное вот так друзья на сегодняшний день я думаю достаточно этой информации если есть у вас какие-то вопросы конкретно по этой теме вы можете писать в комментариях я вам обязательно отвечу всего доброго